Привет всем! Огроменная посылка мне пришла. Размер почти метр. Я не могу сейчас вам целиком ее показать. Буду показывать все по очереди. Я оставлю ссылочку под видео на магазин, где я сделала заказ. И в процессе обзора посылки я буду рассказывать. Почему я там сделала заказ и что интересного есть в этом магазине. Сейчас перед вами вы видите такую интересную большую штуковину. Она в кадр не умещается. И в конце я сделаю вам обзор, что это такое и для чего я ее заказала. Сейчас пока начнем с менее габаритных вещей. В этом магазине представлены разные рубрики. И я сделала заказ практически из всех рубрик. За исключением бисер. Бисер у меня есть в наборах, которые я заказала. Ну а если вы хотите сделать отдельно заказ на чешский бисер, то в этом магазине бисер по низким ценам. 50 грамм за 64 рубля. В общем, можете перейти по ссылочке и посмотреть. Бисер есть пресиоза и есть еще дешевле бисер китайский. В общем, бисера в этом магазине много. Но поскольку я подбором не вышиваю или вышиваю очень-очень редко, меня заинтересовали другие категории товара. Конечно же, я выбирала те товары, которые нужны мне. Но здесь очень большая рубрика деревянных заготовок для декупажа. Ну и кроме этого, здесь много-много всего. Стразы, бусины, пайетки, ленты, тесьма. Ну, в общем, заходите, смотрите. Мне кажется, здесь на любой вкус можно найти товар. Сейчас перед вами наборчик от фирмы Светлица. Дело в том, что в этом магазине представлены товары от производителя. И цена на эти товары намного ниже, чем в других магазинах. Вот посмотрите. Вот этот наборчик, Святая Агния, стоит 436 рублей. Но он укомплектован чешским бисером. Не китайским, а чешским. Так что, вот делайте вывод сами. Сейчас я вскрою набор. Я, конечно же, сделаю на него обзор. Расскажу, почему именно Святая Агния, почему я этот набор заказала. Но для начала скажу о производителе Светлица. Помните, мы с вами в трансляции часто обсуждали вопрос, какие иконы осветят в церкви, а какие не осветят. То есть иконы должны быть написаны по правилам церковным, по церковным канонам. И как раз фирма Светлица брала свои схемы на заводе по производству икон. Как раз эти иконы одобрены российским патриархом Кириллом. И вот именно по этим иконам Светлица разрабатывала свои схемы. То есть, если вы покупаете набор от фирмы Светлица, то стопроцентно вам в церкви их осветят. Вот этим меня заинтересовал набор. И я захотела попробовать. Конечно же, это не единственная икона, которая представлена на сайте. Это я выбирала ту, которая нужна мне. На самом деле икон там очень-очень много. Иконы в нескольких размерах. У меня размер здесь небольшой, но там есть размеры больше. И знаете, что мне понравилось? Мы можем сделать выбор. Мы можем заказать только основу. Можем заказать основу с комплектацией бисером китайским. И можем заказать комплектацию с бисером чешским. То есть, я вот эту икону заказала с комплектацией чешским бисером. И как видите, цена вышла невысокая. Если вы выбрали бы китайский бисер, то цена была бы еще ниже. Но я люблю чешский бисер. Он ровненько ложится. То есть, для бисероплетения китайский подходит. Для вышивки картины и икон не очень подходит этот бисер. Чешский смотрится лучше. В общем, вот такая комплектация набора. Здесь инструкция. Ну, здесь стандартно все, как и для других наборов. И также есть вот схема, как пришивать бисер. Всегда говорю я, что молодцы производители, когда вкладывают вот такой вот листочек, как пришивать бисеринки. Многие покупают наборы первый раз. И для них как раз вот эта инструкция очень даже пригодится. Так, дальше. Так, дальше. Здесь молитва вложена. Бисер. Бисер действительно чешский. Хорошего качества. Красивые цвета. И вот смотрите, бусины. Бусины тоже не слипшиеся. Вы помните, да, что во многих наборах бывают бусинки, которые слипшиеся. Здесь очень даже хорошие бусинки. Они вот здесь пришиваются. Вот здесь на ореоле. И посмотрите, какая здесь техника. То есть, здесь я буду вышивать вот так рядами. Вот таким обычным швом. Полукрестом. А вот здесь я буду вышивать рядочками. Да, такой шов назад иголка. Но я еще вам не показала, как именно я вышиваю. Я немножечко по-другому вышиваю. Тоже шов назад иголка. Но чуть-чуть там у меня свои нюансы для того, чтобы бисер вот так по кругу ложился ровно. Почему я заказала Святую Агнию? Дело в том, что меня крестили Инессой. Ну, вот так меня батюшка крестил. Сейчас многие крестят именами, которые дали при рождении. Я давно крестилась. И меня крестили Инессой. Дело в том, что многие думают, что имя Инессы произошло от Инны. Нет, это имя произошло не от Инны. Инесса произошло от имени Агнеса. Это то есть Святая Агния. Я очень долго искала такую икону. И дело в том, что эта икона есть только у двух производителей. Вот один из них Светлица. Мне очень понравилась разработка вот этой схемы. И я решила ее заказать. Ну, в общем, вы теперь понимаете, да? Чем меня привлек этот магазин и чем меня привлекла эта икона. То есть, если вас окрестили таким именем и такой иконы нет, то вы просто смотрите, от какого имени произошло ваше имя. И можете выбрать этого святого. Либо в какой день вы родились. Например, если вы родились в Татьянин день, но вас назвали редким именем, например, Инесса, вы можете выбрать икону Святая Татьяна. Ну, либо посмотреть, от какого имени произошло ваше имя. Мое имя произошло от имени Агнеса Агния. Ну, я выбрала для себя вот такую икону Святая Агния. Это тоже я информацию, я тоже искала эту информацию, какую именную икону мне вышить. Многие девочки советовали просто вышить ангела-хранителя, но я хотела именно именную икону. Я люблю вышивать иконы, поэтому решила найти именно эту редкую икону. Ну, вы понимаете, да, Святая Агния – это очень редкая икона, потому что очень редкое имя. И вот как раз я на этом сайте у фирмы Светлица нашла вот эту икону. Ну, вы понимаете, да, купить одну икону я не могла, потому что оплачивать пересылку из-за одной иконы – этого мне не хотелось сделать, поэтому я полазила по другим рубрикам и много интересного нашла для себя. Вот такой фетр. Фетр там разный. Там, кстати, есть фуамиран. Но фуамиран я еще не использовала в своих поделках. Я не знаю, что это такое. А что такое фетр, я знаю. Обратите внимание, фетр там есть жесткий, есть фетр мягкий. Вот этот фетр листовой стоил 27 рублей. Написано «фетр жесткий в горошек». Но я бы не сказала, что он очень-очень жесткий, да, вот стоит колом и не мнется. Я заказала вот этот фетр для снеговичков. Я вышиваю снеговичков, уже два у меня готовы. И как раз мне нужно на обратную сторону фетр. И я хотела однотонный фетр, а когда увидела вот этот белый в горошек, я подумала, что для снеговичков это тоже будет классно. И заказала вот такой вот фетр. Там можете посмотреть, фетр есть разный. Ну вот смотрите, вот это фетр жесткий, вот видите. Но там есть еще фетр мягкий. Хотя вот этот меня вполне устроит для снеговичков. Вот такой я заказала набор от фирмы «Светлица», тоже от производителя. Цена на набор очень даже привлекательная. 280 рублей, но думаю, для пробы я возьму, попробую. И заодно сейчас сделаю вам обзор, потому что мне очень интересно, что же в этом наборе. Я из бисера еще не плела. То, что я буду использовать фетр, я вам обязательно покажу в следующих видео, когда буду своих снеговичков доделывать. И, конечно же, икону я вышью. А вот этот набор пока мне нужно собраться с мыслями, с духом и решить, когда я к нему приступлю. Для меня это новая техника. Ну, мы с вами уже не раз говорили, что я люблю иногда пробовать что-то новое. Но нужно мне обязательно изучить информацию, как это все делается. Наверняка здесь есть инструкция. Давайте посмотрим. Написано «Бисерные деревья и цветы. Возраст 10+. Кстати, я вот этот набор хотела подарить. Когда я его брала, я хотела его подарить. Вот. Ну, в общем, я посмотрю, самой мне делать или себе потом еще другой заказать. Посмотрите, здесь листочки. Смотрите, какие классные блестящие листочки. Я думаю, что многим детям будет очень интересно сплести такое деревце. Когда вы со своими детьми занимаетесь рукоделием, не все хотят плести из бисера. Но я, честно говоря, думала, здесь бисер. Когда я смотрела эту рубрику, я думала, что здесь бисер. И по картинке я невнимательно посмотрела и не увидела, что это листочки. Но там есть наборы бисерные. И смотрите, бусины. Вот такие классные бусины. И у нас с вами должно получиться вот такое апельсиновое дерево. Вот, видите? Апельсиновое дерево. Там не только апельсиновое дерево, там разные деревья. Вот здесь вот инструкция, описание. Комплектация. Описана комплектация. И здесь наверняка инструкция, как плести. Да, вот здесь вот описано, как плести. И вот такая вот схема представлена. Ну, я думаю, детям будет очень интересно. Поскольку у меня в планах бисероплетение все-таки есть, я еще заказала вот такие инструменты. Тоже мы с вами о них говорили. И в трансляции зрители говорили, что у каждой рукодельницы должны быть в комплекте иглогубцы. То есть у мужа у нас всегда есть плоскогубцы большие, а у каждой рукодельницы должны быть иглогубцы. В общем, у меня отдельно есть инструмент, но чуть поменьше. Но для бисероплетения часто используют вот таких два инструмента. То есть чтобы не руками держать, а с одной стороны держать, с другой стороны проволочку закручивать. И вот такие еще кусачки для проволоки. То есть это идет комплект. Такой комплект из трех инструментов стоит 400 рублей. Это намного дешевле, чем я покупала в наших магазинах. Я покупала один вот такой инструмент за 300 рублей. И он был чуть меньше. Поближе покажу вам инструменты. Металл очень хороший. И вот эти ручки, они прорезиненные, но они не гладкие, а шершавые. То есть очень удобно, не будет скользить в руках. Если вы планируете заняться бисероплетением, я вам все-таки советую купить вот такой целиком набор, чем покупать один вот такой инструмент где-то у вас в магазине. Вот как у нас, да? Он стоил очень дорого, вот такой один инструмент. Кто знает, кто смотрит мой канал внимательно, знают, что я занимаюсь изготовлением маячков для ножниц. Я не постоянно этим занимаюсь, но все-таки я их делаю. И вот эти инструменты мне просто необходимы. У меня вот так есть вот один инструмент. Теперь у меня будет три инструмента. То есть не только я буду использовать эти инструменты для плетения из бисера, но и для изготовления маячков. Потому что там нужно делать петли из проволоки, чтобы они были ровные, вот таким инструментом. А второй край нужно держать. То есть один держу и вторым вот так вот заворачиваю. В общем, вот эти два инструмента очень-очень мне нужны. Такой вот прекрасный набор приехал ко мне из этого магазина. Но еще я заказала клеевой пистолет. Вот такой клеевой пистолет. Он тоже мне нужен постоянно. Не только для вышивки. Но вышивальщицы тоже многие используют клеевой пистолет, когда оформляют крышечки на баночку. Но я этот пистолет использую, когда делаю букеты из конфет. Но опять же об этом знают мои зрители, кто смотрит давно мой канал. Я когда-то показывала эти букеты из конфет. Я их не делаю постоянно, но все-таки, когда мне нужно сделать подарок кому-то, то я делаю букеты из конфет. И просили даже мои зрители у меня видео такие, чтобы я снимала. Но пока нет времени, чтобы снять такие видео. Но пистолет мне очень-очень нужен. Вот такой вот я еще заказала пистолет. У меня есть, но очень-очень старенький. У меня пистолет, кстати, вот такой небольшой. Там есть в магазине и большие пистолеты. Но для моей руки мне удобнее использовать маленькие. Хотя многие девочки пользуются большим. Он считается промышленным. И, возможно, он долго служит. Но там нужны другие стержни. То есть вот сюда используются стержни потоньше. А в тот пистолет толстые стержни. У меня тонкие есть. У меня они куплены. Кстати, там тоже можно заказать. Сразу много заказывайте этих стержней клеевых. И можете долго пользоваться потом вот таким вот пистолетом. Кстати, вот эти вот клеевые пистолеты, они разрешены для букетов из конфет. Они абсолютно нетоксичны. Они безвредны. Об этом мы с вами поговорим в трансляции. Если у вас есть вопросы, приходите в трансляции, которые я провожу по пятницам. И задавайте свои вопросы. Ну а сейчас я вам покажу вот эту большую штукенцию, которую я показывала в самом начале своего видео. Сейчас вы узнаете, что это такое. Вот такая штука. Это корзина. Она двухъярусная. Там была еще корзина одинъярус. Но когда я заказывала, в наличии уже их не было. Я хотела заказать вот эту для Алинки, для клубков. И себе хотела заказать для вышивки, где один ярус. Мы с вами часто обсуждаем вопрос, как организовать свой процесс. И вот сейчас я вам покажу, как Алина организует свой процесс для вязания. Вот такая получилась двухъярусная корзина. Я вижу, Ричарду она очень понравилась. Я думаю, эта корзина еще очень понравится нашим кошкам. У нас как раз две кошки. Возможно, они будут спать. Алинка, ну-ка посади сюда мурзилку нашу. Смотрите, что я вам хочу показать. В общем, вот сюда клубки. Можно положить процесс, который Алина вяжет. Здесь будут игрушки. Вот такая вот корзина. Можно поставить ее возле дивана, возле кресла. Положить вот туда клубочки и вязать. Вот так можно организовать процесс. В принципе, можно и вышивальные процессы туда сложить. Корзина бамбук. Стоимость этой корзины 1300. И есть одноярусная корзина, та дешевле. Видите, бамбук. Вообще, очень похоже на соломку. Но соломка, понятно, что она тоненькая. Вот это бамбук. Здесь ткань. Вот такой кант. В общем, вот такая вот корзиночка интересная. А я сначала думала, что вот эта ткань, а это натуральный бамбук. Сначала я думала, что верхняя корзина расположена над нижней. Но немножечко она смещена. Вот так выглядит она сбоку. То есть для нее нужно чуть больше места, чем я думала. Но, в принципе, она смотрится очень даже хорошо. Мне нравится эта корзина. Для процессов самое то. На этом я заканчиваю свое видео. Можете перейти по ссылочке, которая под видео, в этот магазин. И посмотреть, какие еще представлены товары в этом магазине. Удачных вам покупок. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok